На сегодняшний день в Карачаево-Черкесии подтверждено 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего же с начала пандемии в регионе зафиксировано 677 подтвержденных случаев COVID-19. Более подробно всю актуальную информацию нам рассказал заместитель министра здравоохранения Карачаево-Черкесии Тамара Кипкеева. Официальная статистика по коронавирусной инфекции на сегодняшнюю дату, то есть на 19 мая 2020 года, это 11 новых случаев, подтвержденных за прошедшие сутки. Всего с нарастанием количества зараженных у нас увеличилось до 677 случаев. На стационарном лечении находится у нас 352 пациента, умерших 4 пациента, непосредственно причиной которых явилась COVID-инфекция. За последние сутки еще 10 человек прибавилось к числу выздоровевших. Всего у нас их 160 пациентов, которые победили коронавирусную инфекцию. Это эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день на территории Карачаева-Черкесской республики. Еще раз напоминаем жителям Карачаева-Черкесской республики, как уберечь себя от коронавирусной инфекции. Правила элементарные, выполнимые при их соблюдении однозначно. Первое – это не выходить из дома без необходимости. Не посещать своих старых родителей, бабушек, дедушек, знакомых старше 65 лет, которые находятся на изоляции в домашних условиях. Ибо своим посещением мы только можем нанести вред, поскольку более молодые люди, они общаются и независимо от того, не зная даже, что они сами могут являться вирусовыделителями, могут заразить своих старых родителей. Второе – это соблюдение социальной дистанции, особенно в общественных местах, в магазинах, в аптеках, на улицах, в других местах, где можно соблюдать социальную дистанцию. Это полтора-два метра друг от друга. Потому что именно на этом расстоянии более, если расстояние будет превышать, то риск заражения, он тоже значительно снижается. Третье – это не исключается контактный путь передачи, поэтому гигиена рук в обязательном порядке. Следующий момент и следующее правило, соблюдением которого можно уберечь себя, это соблюдение респираторной профилактики. Это чихание, кашель, всегда должно быть в сторону, в локоть, и ношение масок. Очень разноречивые мнения у людей, у населения по поводу ношения масок. Но все медицинские работники по Российской Федерации и наши медицинские работники, мы все рекомендуем ношение масок, потому что это является препятствием для выделения. Большая часть вирусов все-таки оседает на этих масках, и риск заражения значительно снижается. При соблюдении этих правил вы себя можете уберечь от коронавирусной инфекции. Что касается госпитальных мест при необходимости стационарного лечения, мы расширили коечный фонд. Несмотря на то, что у нас на сегодняшнюю дату еще имеются свободные места, дефицита коек нет, но, тем не менее, предусмотрено расширение коечного фонда для лечения больных новой коронавирусной инфекцией. Все пациенты, у которых имеются показания для стационарного лечения, они все госпитализируются и проходят лечение. Ежедневно из стационаров выписывается более 30 пациентов, у которых уже есть значительные признаки улучшения и один отрицательный результат на тест по коронавирусу, по COVID-19. Мы обращаемся с просьбой к жителям республики, чтобы они не игнорировали все эти рекомендации, которые представляет медицинское сообщество, Министерство здравоохранения республики, и строго их соблюдать во избежание дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции, во избежание того, чтобы сохранить свое здоровье, в первую очередь, здоровье близких, детей, наших старых людей. Это будет обязательно, обязательно это даст результаты. При назначении или направлении на стационарное лечение, в первую очередь, все медицинские работники должны обеспечиваться средствами индивидуальной защиты, поскольку эта инфекция относится к особо опасным инфекциям, поэтому средства индивидуальной защиты, они должны быть на первом месте. Этими средствами медицинские работники, которые работают в госпиталях, а также на передовых, это то есть амбулаторное звено, они обеспечены. Все лекарственные препараты, расходный материал, другие необходимые средства для лечения этих больных предоставляются в полном объеме. В настоящее время Республика, Министерство здравоохранения, располагает полным арсеналом всех медикаментов, необходимых для лечения новой коронавирусной инфекции, вплоть до дорогостоящих, всех дорогостоящих. То есть, если лечащий врач обозначает, что данному пациенту необходим для его лечения вот такой-то препарат, этим препаратом пациент обеспечивается. Самое главное – это дыхательная поддержка, это кислородотерапия, этих мест у нас достаточно во всех госпиталях. Анализ причин смерти показывает, что в 100% случаев это больные, которые страдают очень тяжелой соматической патологией. И причиной смерти может явиться не только сама ковид-инфекция, то есть это вирусные пневмонии, вызванные новым коронавирусом, но и те имеющиеся заболевания у самого пациента. В основном это больные с сахарным диабетом, с тяжелыми формами сахарного диабета. Это люди после стентирования, шунтирования, с хронической почечной недостаточностью. То есть это те тяжелые соматические заболевания, которые являются непосредственной причиной смерти у этих пациентов.